Это было давно, но запомнился людям навек. Жил деревня лесной, старый родед, с бородой как снег. Кособочился тын пустоватого дома вокруг. Рано умерли сын и невестка, но родовала внук. До него и трудил себя дед, на печень лежал, на охоту ходил и хорошую лайку держал. Внук любил наблюдать, как возили щенки во дворе, чисто рыжие мать и в породу ее матерей. Но однажды, когда по весеннему капала с крыш, вот еще ерунда, родился чернопегий малыш. Знать, породик конец, плюнул дед, утоплю поутру. Тут мешал самолец, я себе его дед заберу, пусть попудет пока, пусть со всеми сосет молоко. Но пронять старика оказалось не так-то легко. Вот рассвет залил, снились внуку, охота и лес. Дед ушанку надел и в огромные валенки влез. Снились внуку привалы, пятнистая шовская дружка. Дед за шиворот взял и в котомку прятал щенка. Ишь, собрался куда? Это с педем-то, слыхана речь. Что, щенок, ерунда, наше дело породу сберечь. Ну, поплачу чуток, она завтра забудет о чем. И скулящий мешок канул воду, покинув плечо. Вот и ладно, хотел зачаться он в избру свою. Тут смолец подоспел и с разбегу, будто их полынил. Что ты делаешь, дед? Я же с ним на охоту хотел. Внук в двенадцати лет удался, не по возрасту смел. Только, ах он, старик, не успел даже прянуть вперед. А течение вмиг утянуло мальчонку под лед. Разбежались круги в равнодушной холодной воде. Вот такие торги. И такая цена ерунде. Без хозяина двор. Догнивает обрушенный кровь. А в деревне с тех пор никогда не топили щенков.